Машина отъезжает от места, где начался отлов бездомных собак. Процесс стандартный. Отловщик выезжает на место заявки. С помощью транквилизаторных препаратов усыпляет безнадзорное животное и везет его в ветеринарную клинику. Собаку взвешивают, берут анализы и сутки наблюдают. Если животное здорово, проводят операцию по стерилизации и чипированию. Подготовка тщательная, все в соответствии с весом и здоровьем животного. После окончательного заключения врача, то, что она здорова, операции пронесла, зажила и потом откуда его отловили, туда и отпускаем. Каждый день сюда привозят до 10 собак. Максимум доходил до 20. Особо агрессивных, как говорит главный ветеринарный врач, не попадалось. Но, как практика показывает, те бездомные собаки, которые родились и выросли на улице, сюда приходят, они такие добрые, вот девчонки могут сказать, они прямо никаких агрессий не выявляют, не проявляют. Но есть такие собаки, которые жили, хозяев там, они отпустили или бросили. Вот действительно с этими собаками сложно съесть. Ситуация уже давно волнует жители города и района. Большое количество заявок по безнадзорным животным поступает из СУ-2. Территория их привлекает, потому что жители их регулярно подкармливают. Все чаты смотрим. Мы это неоднократно уже обсуждали и с волонтерами, и с жителями. Сейчас мы в ВКонтакте открываем страницу. Человек собаки вдруг будет называться. Максимально будем стараться этих собак пристраивать. Как раз по-другому случаю я прошу жителей подписаться в эту страницу и совместно начать работать. Работать приходится много. Но иногда отловщики просто теряют время. Если, например, приходят заявки на уже чипированных собак, таких отлавливать уже бессмысленно. Хотелось бы понимания от жителей. На чипированных собак не стоит заявку отправлять. Мы хотим ловить не чипированных, не стерилизованных собак. Альметиск несколько лет работает по программе ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. Центр ветеринарной медицины активно работает по программе при поддержке ПАО «Татнефть». Так, в прошлом году вакцинацию и беркование прошли около 600 собак. В этом году – 162 особи. Все они внесены в общую базу. Маргарита Трегубенко, Ильнур Залятов. Новости Юго-Востока.